В этом здании театра в 1787 году состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Моцарт лично дирижировал оркестром, но прожане Моцарта не оценили, забросали его помидорами. Этим мировая премьера вошла в историю. Каждую осень в репертуар театра обязательно входит «Дон Жуан», но уже без Моцарта и помидоров воспринимают величайшее произведение. На территории города 24 театральные сцены, 20 классических театров и 4 нестандартные. Смотрите, как голубям тепло над крышей. Вот там вот на театре у них прям там целое лежбище устроили. Видимо, там выходит какое-то тепло, поэтому они там все себя на солнышке прекрасно греют. Мы же с вами продолжаем путь, приближаемся к красивейшему театру чешских сокровий. Театр – одна из сцен национального театра города. И именно в этом здании театра действительно проходят важнейшие театральные показы. Сейчас главный оперный театр города находится на реконструкции. Поэтому здание используется и для оперных представлений, и как национальный символ чешского государства – народный театр города. Так, уважаемые гости, я чуть-чуть прибавлю с темпа, хорошо, чуть-чуть, буквально, чтобы мы с вами уже отправились в сторону Карлового моста. Но пока, проходя у театра сословий, едем напротив классического театра города и черный театр – театр света и тени. Назвать это театром очень сложно. Это шоу-программа, активным участником ее является каждый зритель. На территории театра люминесцентные костюмы актеров, светомузыкальное лазерное шоу позволяет каким-то предметам витать в воздухе. С левой стороны одна из сцен черного театра, причем театр пользуется огромной популярностью, потому что он втягивает каждого зрителя в основную часть представления. На голову зрителей падает дождь, идет снег, выпадают огромные плюшевые пауки по всему залу, расползаясь по зрителям и по представлению. Понятно, что это такая шоу-программа, активным участником которой является каждый гость. Как выглядит сцена театра, сословий, располагается на билетной кассе. Яркая фотография, ну а напротив театра видно. Один персонажей, да. И старейшее сооружение Карлова университета. В 1348 году самый выдающийся короноправитель Чехии, Карл IV Люксембургский, основал первый пражский университет. Это был первый университет на Севербург-Альпс. Всего два университета, 17 факультетов, раньше из-за 4, и они помещались именно здесь. За театром, видите, белый снег. Видно? Не, 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 это не снег. Это искусственный снег с касса. За зданием театра бесплатные котовки, поэтому кто с коньками, можно туда. Если коньки не прихватили, там в беленьком домике их можно одолжить. Символично, уже символично. Вот здесь, на территории фруктового рынка, можно заклинать. Далее мы с вами, с левой стороны, обращаем внимание на ворочные башенки. Слева по ходу костела Святого Гавала. Надеюсь, ориентируетесь, что за костелом, рыночек с сувенирами. Мы идем по параллельной улочке. Отправляемся по улице Железной на Старую городскую или Старомесскую площадь. Железно, потому что на ней были сосредоточены самые громкие ремесла. Вести рыцаря в рыцарских доспехах, подсказывающие, что на территории этой улочки когда-то располагались самые громкие ремесла. Вернусь на секундочку к университету Карла IV. Учеба в университете на чешском языке для всех студентов, даже иностранных, бесплатная. Поэтому университетский комплекс пользуется огромной популярностью. На территории города до сегодняшнего дня находятся 6 факультетов. Остальные университетские факультеты разбросаны по всем уголкам чешского государства. И учебное заведение в Праге пользуется огромной популярностью. И считается, что образование Карлового университета одно из самых престижных. Ведь это с 1348 года был первый университет на север от Аль. Мы же продолжаем наш путь и по Железной улочке вновь возвращаемся к Старой городской или Старомесской площади. Помните, мы с вами еще в начале путешествия говорили, что все улочки Старого города сходятся у Старых городских часов. Поэтому, как бы вы ни заблудились, вашим лучшим ориентиром будет вашим Кастарой городской ратуши. Проходим по Железной улочке в сердце. Надо в Праге заблудиться. Шансы и свободное время у вас для этого ждут. Все, туристы попросыпались потихонечку, еще, правда, не в полном объеме, но в любом случае панды попросыпались. Ближе к обеду бывают не только панды, бывают и... Пометаем сито до автобуса туда, а нам туда зараз. Мы на Старомесской уже были, все с вами отметили, покидаем площадь, особо не задерживаемся и отправляемся. Дай воду, между кто-то запоняется. Я думаю, что посмотрели представление один разочек, правда, смотрите, правда, народу уже увеличивается, уже азиатские гости попросыпались. Но я думаю, что пробегая по площади, еще выберите время, аж до 11 вечера, каждый час часы бьют. Поэтому сейчас, если не сражаете, еще три минуточки, и ждать не будут представления, мы их с вами час назад видели. Теперь мы с вами покидаем на Старомесскую и Старую городскую площадь. Все хорошо помните, что на право пойдешь, на автобусу пойдешь, на лево пойдешь, на старого мост попадешь, в жестокое блоки не будем начать, все отметим из себя, вернетесь к Рыночку в Луке, Нилуне или Квасловской площади. Старомесскую площадь мы с вами оставляем. В доме у Минутки не задерживаемся. На первом этаже до сегодняшнего дня, поддерживая старую традицию, находится дом у Минуты. Начиная со второго этажа, старый постоялый двор, как и требует того традиции. Фасад здания украшает красивейшая технология, фигуративная с графикой. На фасад нанесли темный слой штукатурки, сверху покрыли светлым, и светлый слой сошкрябали до появления темного. И для рисунок может показаться объемным, на самом деле разница между слоями не более полмиллиметра. Такой 3D эффект, который на фасаде просматривается по всей идее. Вот в Минуте, куда мы с вами выходим, сохранилось множество домовых знаков и символов. Каждый дом на Малой площади украшен домовым знаком. Справа красивейшая фреска дома Кулаша Алыша. На фасаде его 3 грустных цветка. Дом за 3 грустных роз, так и называют фасадцы. С левой стороны 2 золотые звездочки, золотая лилия, золотая корона, дом у голубой лошади, дом у карпа. Обращайте внимание на домовые украшения. На Малом намнести, с правой стороны от нас, водонакопительный колодец. Плаг Прага, плавится вторейшим водопроводом, 13-го, 14-го столетия в Прагу. Вот в такие накопительные колодцы вода проходила по деревянным и херамическим желобам. Причем по вот этим желобам вода течет по сегодняшний день. Правда, сегодня, наверное, подмерзшая будет, но обычно в летнее время, если постоять, покачать водичку, она из этого накопительного колодца вытекает по всей дне. От Малого намнести начинается Карлова улица. Улочку явно прокладывали после дома у минуты, потому что улица непредсказуемо пару раз поворачивает, изгибается, изгибается, но выведет нас на Карлос мост. Если будете гулять по улочке самостоятельно, вашим хорошим ориентиром будут указатели Карлос мост. Подтягивайтесь, старайтесь особо не отставать. По одной простой причине улочка делает такие непредсказуемые изгибы, ибо что у пании иногда бывает сложность и улочек. Рассчитан на улочки на том, чтобы улочек прошли где-то растет. Стандартная ширина для любых средневековых градусов. На Карлосе улочки огромное количество соблазнов. Прежде всего, традиционные торговые паники. Продолжение к традиционным чешскому предложению. Обычное дрожжевое тесто. Ничего особенного. Просто хорошо пахнет. Обычную дрожжевую булочку, такое же в колеце или с орешками, можно съесть в магазине, купить за каких-то 8 крон, и она будет просто обычная булочка. А вот здесь стерделник уже за 6. Карлова улочка здесь делает непредсказуемый пород, но выводит нас дальше в сторону Карлова в Москве. Причем в этом уголке Карлова улица прерывается проезжий Юсовый. Вот смотрите, на улице Карлова улочка. Видно? Далее прерывается Юсовый. Проезжий продолжает, направляясь к набережной Юсовой. И вот здесь видим костел Святого Ильи. Если подойти поближе к этому костелу, на фасаде найдете подвешенного интеллигента. На территории города множество работ современного чешного центра. Улочка черного. Если так можно сказать, он право украшает своими работами. Писающие мальчики, улочки на улицах, где на острове младенцы, безликие, бесполые, гуляющие по территории небольшого паркового комплекса. Дальше это интеллигент, подвешенный на уровне третьего этажа. Сейчас, к этой скульптуре Чехии, уже и выглядел. Раньше скульптурка представляла собой повод для того, чтобы вызвать скорую помощь. Дальше зародыш, который повесил Давид Черный на фасаде одного из домов. Далее на территории города появилась перевернутая лошадь на брюхе. Ее сидел чешский князь Ватлак или Вячеслав. Действительно уникальный скульптур, который до сегодняшнего дня, если так можно сказать, украшает Прагу своими произведениями. Каждый год что-нибудь новенькое вытворяет. Если некоторые гости приезжают сюда, вы уже не первый раз ставите вы прямо за цель найти все работы Давида Черного, начиная от головы, правы сказки, последние работы недалеко от Ватлакской площади и заказки по владельцу скульптуром, на котором нам надо что-то попросить. Далее Карлова улочка выходит на основу небольшой широкий уголок, где есть возможность посмотреть на красивейшие фасады. Над нашей головой находится аллегория на улице в виде юной красавицы. Здесь на секундочку задержимся. Посмотрите за вами удивительный дом у золотого колодца. Золотая звездочка, изображение святых начнет с того, что дом кривой. Какой участок земли вытоптали, какую землю выкупили, такую и застроили. И не важно, что кривова, главное, что использовали все, даже мельчайшие детали участка. С левой стороны зелененький фасад, эконом-вариант чешского жилища. Здание с левой стороны зеленое, всего на два окошечка. Система налогообложения была раньше прямо пропорциональна количеству окон на фасаде. Два окошка, минимальный налог. Здание сегодня гостиница. В ней 9 номеров, на каждом этаже три номера, один номер без окошечек. Кого интересуют такие мелочи, ведь есть возможность поселиться в самом узком пражском доме. Здание, которое мы с вами видим, готель Клементин. И, естественно, сегодня это 9 номеров. В самом дешевом номере, одноместном, без окон, можно поселиться за 84 евро с завтраком. Но без окон. Далее, слева, на синем фасаде мы увидим щупку и на кирпичном фасаде золотой змеи. Каждый домовой знак не всегда соответствовал роду деятельности хозяев. Иногда это был знак, который, каким образом, дом должен был просто отличить. Хотя, в случае золотой змеи, это напоминает ковминитам. Арминит, который, в жиле, не получил варочное право на варку позже и приехал на территорию города, открыл свою кофейну. Которые приходили, чтобы отдать дань моде, кофе перчили, солили, добавляли в него всевозможные специи или отвратительную гадость. Возвращаться, конечно, никому с таким рубитком не хотелось. Тогда Армин себе на голову смастерил серебряный чарник, наливал сладкий код с медом и угощал всех прохожих. Стражане научились ценить кофейный напиток, но готовить кофе и до сегодняшнего дня. Наверное, поэтому, честно говоря, пиво лучшая зарядка, блин, его и все в порядке. С этим попроще. Карлова уловика далее украшена целым рядом домовых. Украшены слева над нами деревянные марионетки. Страшненькие на первый взгляд, но тем не менее это театр марионеток и так привлекает внимание к посаду. Далее пройдем под мой из центра Орного театра, также интересно украшенный целым рядом домовых символов и домовых украшений. Проходим по Карловой точке, приближаемся к телевизору, к телевизору, к телевизору к телевизору. К телевизору к телевизору к телевизору к телевизору но зато как нам было с утра хорошо заметили как было спокойно, тихо и был город пустой. А сейчас уже, конечно, огромный поток туристов возглавающихся увы в круглые годы. после той Лены такая толпава сейчас. Ну, это не сезонка, это не толпав сейчас, это пустой город. Это еще пусто. С левой стороны нашей головой располагается дом Келдана Кеплера, самый темный фасад на Карловой улочке. Слева от нас дом, где жил новоминитер страновки открыл закон движения планеты. С первой стороны располагается дом Келдана Кеплера. Мемориальная раска на Карловой улечка выходит нас к легендарному Карловому мосту и набережной реки Волтавы. Волтава в переводе Дикая вода. Вперед своей стопе в горах на Леве Чехии в 30 километрах от Праги впадает в берегу Волтава в Велгоде и в Тару Через реку уже в 10-м шалюте находился Старый Гроб Через реку. Но Прага разрослась по обеим берегам реки и на другом берегу появилась великолепная резиденция правительства реки. Дается местам оставшегося жить Старый Гроб и советственно оставить на территории правого берега реки. Нужен был мост грода было недостаточно Первый грод мост был частичный дерево частичный исправник приемлемо мост и волны Подготовимся к перебеганию дороги побежали 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 всего 10 секунд 9-8 осталось 7 быстренько мы начали вспоминать первый мост королевы Людиде в 1070 году построен на территории города Через Болтавный мост был частичное дерево частичные страны где в любом наводнении мост уплывал Это и королевы сказали что там где воссе находилась территория восстанавливает камень который изобразил выдающийся короля управителя Карла Четвертого Люксикорского находится с правой стороны Карла Четвертый держит в руке правовату по основателям Карлова университета под Карлов 4 женские фигуры 4 факультета Карлова университета на площади перестанов на секундочку затяжитесь пожалуйста обнимитесь открываются измельченным образом нашему взору два фасада костелов с левой стороны костел святого франциска до сегодняшнего дня действующему монастырю ордена крестоносцев с красной звездой принадлежит на противоположной стороне костюм святого сальватора оба храма 17 века по воскресеньям действующие по вечерам концертные залы для концертов фаргану 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 классической музыки проходим теперь легендарный карман мост помните мы вспоминали вот так проходим под мостовой башней легендарного кармана мост королевы езиты постоянно уносила большая вода и король король четвертый мост трижды все время восстанавливал в 1342 году мост в очередной раз принесла развившаяся волна и король решил хватит строить временные мосты построю мост на лета и столетия давайте здесь на солнышке на пару минут задержимся справлюсь с королевы моста легендарный карман мост начали строить выдающийся чешский король в установленную дату которую ему выбрали астрологи или астрономы мост нужно было построить на века и вторых карман четвертый созвал каменотесов строителей астрологов астрономов дал им задание построить мост раз и навсегда каменотесы в город стали привозить каменные кирпичи по припазу архитекторов врагу стали свозить царые яйца все было подготовлено к началу строительства пришли астрологи и сказали королю государь построить мост ты сможешь только в магическую дату положи первый камень 1357 год 9 июля 5 31 дата состоит из нечетных цифр и читаются одинаково с одной и другой стороны 1 3 5 7 9 7 5 3 1 горочка нечетных цифр от 1 до 9 от 9 до 1 1357 год 9 7 5 31 утра и король терпеливо ждал 15 лет пока не подошел подходящий вомек для начала строительства легендарного Карлового моста как показала история ждал король не зря мост пока выдержал все что ему уготовило время посмотрите вниз белый метр на нем синяя планочка уровень наводнения в 2002 году в серединке метра на каменной кладке выдавлены круги уровень наводнения в июне 2013 так мы с вами сейчас на легендарном мост построили в кратчайшие сроки меньше чем за 50 лет мост был готов на мост до 18 века не было никаких украшений находились только будка сборщика налогов и крест у которого молились верующие периодически на мосту появлялась деревянная клетка куда усаживали неразивого пивовара на цепи опускали в болтаву держали 3 минуты вытягивали если умер значит был невиновен ошибка была случайная и незапланированная если выжил обвиняли в сговоре с дьяволом и сжигали на костре с 18 века на мосту стали появляться скульптуры и сегодня Карлов мост это скульптурное белье под открытым небом 31 скульптурная группа украшает пиво вегетарного Карлового моста светлые скульптуры на мосту это копии первоначальных оригиналов темные скульптуры это оригинальные работы местных чешских мастеров две скульптурные группы бронзовые все остальные каменные из лесня и песчан на мосту изображается весь пантеон чешских святых с левой стороны подавлю широтой части моста и леса оплакивания Иисуса снятого с распятия находится распятие Иисуса с надписями на древнем древнем древесном музыке подавляем Проходим с вами по легендарной пражской постройке, приближаясь к любимой скульптуре пражских голубей. Сегодня они, правда, на ней как-то не задержались. Светленькая скульптура, к которой мы с вами сейчас потихонечку подходим, это святая Анна-бабушка Иисуса Христа. У ног ее Дева Мария на руках находится Иисус. Напротив маленький Иисус с Иосифом. Под нами просматривается порог реки. Правда, город на порогах. Вот на порогах делаем несколько кругов, чтобы полюбоваться этим уникальным украшением. С набережной река воспринимается, как и на территории исторического центра, немножечко по-другому. Совершенно другой ракурс, 12 километров по реке, которую мы с вами сможем исследовать. Прекрасный объект, первый, второй, третий, юбочка Вехеровки. И, соответственно, кто путешествует на кораблике, получает массу удовольствия. И пока мы с вами сейчас на ликвидарниках, обратите внимание, первый мост Иосифа Манеса мы пропускаем. Второй мост зеленого цвета с желтыми колоннами, со скульптурами Виктории и Победы. Видите, через один мостик сейчас мы с вами видим зеленый мост с желтыми колоннами. А чуть левее от моста маленькая желтенькая ротонда, цилиндрик такой, цилиндричный. Причал с корабликами. То есть по Парижской улице, проходите по Чеховому мосту и, соответственно, оказываетесь у ротонды. Или же по набережной реки вдоль территории Волтавы, проходите до моста, переходите на другой берег реки, то есть на левом берегу реки, находится причал корабликов. Все водоплавающие разобрались, готовимся к его исполнению. Местные жители верят, что желание на мосту исполняет Ян Непомуцкий. Жил священник в 14 веке, был исповедником чешской королевы Софии. Королева София начала ходить к священнику на исповедь по пять раз на день. Король заподозрил измену. Поэтому пригласил священника и потребовал открыть тайну исповеди королевы. Священник долго пытали, мучили. Он остался верен своей клятве. Тайну исповеди королевы не раскрыл. Соответственно, Яна Непомуцкого, ослепив его, выбросили в реку Волтаву. Тело ушло по двугу, до через семь дней его выловили рыбаки, опознав пяти звездочкам, которые стали символом святого. Яна Непомуцкого считают покровителем верности на территории Чехии. И в том месте, откуда Яна бросили в реку Волтаву, загадывают самое заветное желание. Загадывают желание в том месте, откуда Яна бросили в реку Волтаву. Возьмите дальше туристический аттракцион, который трудно знающие и не знающие туристы. Чехи загадывают здесь, и мы, как истинные губки чехи, обычно загадываем так же. В пять пальчиков левой руки укладываете на пять звездочек на кресте правую ножку, ставите на кнопочку в основании моста. И загадываете самое заветное желание, которое до года, месяца и дня обязательно не сголчится. И что-нибудь потереть. Надо, оно начнется. Вытрепляют его всех, не только местные жители, но и туристы, которые знают, а иногда и знают, чего труд, зачем труд и почему это делают. Яна Непомудского приняла не только католическая, но и православная вера. В католицизме Ян Непомудский, в православии Иоанн Непомудский. Символ верности на территории Чехии. Ян Непомудский, а под ним дотертые до яркого блеска рельефы. Чехия это место обычно обходит стороной, потому что рельефы уже четвертые по счету. Их просто сглаживали, вытирали до полного исчезновения. Ну а мы с вами здесь желание закрепляем. Тогда желание до года, месяца и дня обязательно исполняется. На правом рельефе прикасаетесь к маленькой фигурочке Яна Непомудского, которая сбрасывается с моста. Видно? Не трете гулящую женщину под мостом, которая ярко блестит, а загадываете желание для Яна Непомудского на правом рельефе, прикасаясь к маленькой фигурке. На левом рельефе гладите собачку, загадываете желание для кого-то близкого. Справа для себя, слева для других. Ладно верить и что-нибудь потерять. И там и там правой рукой, да? Все равно какой рукой рельефы не оригинальные. Абсолютно все равно. Тут уже четвертая по счету, вытираемая и выглаживаемая до основания. Дворцовый ансамбль «Свингер» и хочет его выстроить до самой Эльбы, чтобы у него там на Эльбе была пристань. Ну естественно он ее не застроил, потому что у него другие аллюры были. У него свои амбиции были, он не достроил, тратил большие деньги. Поэтому владимир, а строим пока, но площадь еще будет пуста. Поэтому в следующем поколении он вот здесь, в этом месте, где католическая церковь стоит, построил маленькую католическую часовню. Приходил в архе резиденции, все нормально. Его сын достраивает здесь эту церковь. На этой площади живут те самые итальянцы. Площадь эту пустую называют итальянской деревенькой. Потом, когда итальянцы отсюда ушли, понятно, она опять пуста, но ее все еще называют итальянской деревенькой. И вот в следующее время, это приходит Йоганн Саксонский. Он сказал, надоело ждать окончания работ здесь, а мне нужна картина галерея. Поэтому картина галерея закрыла время. На ту сторону остался недостроенный «Свингер». На эту сторону, пожалуйста, новое время можно строить в 19-е столетие. Поэтому театр смотрит сюда теперь к нам. Первый театр стоял еще в том направлении. Этот театр стоит, смотрит к нам. Мастер очень грамотно оформил фасад этого театра, чтобы уже сейчас подготовить вас на театральную игру. Сверху квадрига пантер. Похищение Ариадны Бахусом. Похищение, уважаемые гости, это трагика, правильно? А здесь, посмотрите, какие они там счастливые. Одна прислонилась к нему, он ее опора. Они на этих пантерах сейчас убегут в путешествие любовное. Снизу открытая полуратонна. Это балкон, где вы уже сейчас можете одним глазком заглянуть вовнутрь театра. И снизу у входа Гёте и Шиллер приветствуют своих гостей. Вот вам, пожалуйста. И это вся история театра, который тоже в 1985 году был восстановлен. И еще является одним из самых прекрасных маленьких театров каменных в Европе. сам Юган Саксонский на площади, заказчик. Как картина галереи, так и театра. И сам стоит у театра спиной, потому что он связал свою жизнь с театром. Он сам играет в театре под псевдонимом. Он делает все переводы на немецкий язык. Самый лучший перевод на немецкий язык это Данте. Божественная комедия. Ну и все это самое. Это небольшой Данте, который вы видите, заканчивает эту площадь тем, что ее снова называют. Вот я вообще не люблю, что вы все время обращаете. Спасибо.